привет любителям не вы у меня лада urban 4 на 4 2016 год пробег 76000 в общем как-то я ехал да у нас тут жара наступила и ехал смотрю красная зона впереди камера на полосу секунду в красной зоне стрелочка выхожу капает и лужа такая кровавая на асфальте вот сразу аккуратненько до ближайшего магазина там покупаю канистричку красного тосола как у нас в бачке расширительно и долил в расширительный бак и в сама радиатор просто расширительный бак чуть ниже стоит поэтому из расширительного бака не все как бы туда попадает но не важно долил и сразу позвонил официал официал сразу не принял говорить через день и вот там или через два вот это время все ездил в общей сложности 5 литров то и ушло причем текло странно иногда утром утром вышел тишина доехал даром никакой лужи нет доехал до работы оставил машину выходишь через час там лужи уехал куда-то по делам лужи нет ну в общем с этим и приехал к официалу официал машину забрал пожелал хорошего дня поехал на метро вот приезжаю вечером говорят вы знаете мы ее целый день гоняли ничего не греется кондиционер включали ни в какую красную зону не входит ничего не течет игры братцы ну как же так 6 литров то куда-то делись но мы не стали ничего менять ну ёшкин кот уехал уехал куда-то доехал там приезжаю оставляю машину секунду оставляю машину опять лужи ну ёшкин кот опять записываюсь на сегодня и в девять часов сразу их прошу чтобы была и помпа ну и на всякий случай крышечку радиатора сразу скажу что крышечка оказалась гораздо хуже чем-то старая старая закручивалась плотно это просто крутится до кого-то доходит стане а потом прокручивается ну не знаю на 150 рублей между прочим но неважно в общем по нормы часам где-то по-моему там три что ли норма часа должно все делаться все это обошлось в 7000 рублей что там с копейками туда вошла снятие установка защиты картера что-то 600 рублей сама помпа что-то 2000 с копейками работа снятие установка со слитой системой со слитой жидкостью и промывка системы что-то там около двух тысяч рублей и крышечка 150 рублей в общем 7000 рублей сделали за 5000 выгнали машину ничего с нее не капает да что было значит в помпе трещина в крыльчатке такая не она не развалилась я чуть добавлю видео то что вот снял еще кусочек и текло из-под отверстия прямо из-под помпы видимо это сальник прохудился может быть как-то повлияло отреснутой крыльчатка не знаю муж куда кусочек там приподнял этот сальник не знаю ну в общем все сделали проехал уже 160 километров отнесу до 160 километров кипит канцеллы воют когда нужно температура там в районе чуть больше 90 как и должно быть чего кондиционер шикарно холодит нравится мне это дело заводское говорят он японский между прочим да еще поставил пух у нас тут летает вот здесь то его мало в центре вообще снегом все это залетает чихаешь вон у меня нос заложен как будто простыл это он полностью набит пухом ходил там в москве и в общем поставил фильтр от какой-то иномарки но легко ищи в интернете кода от каких машин стоит сущие копейки вставляется элементарно никаких отверток ничего не надо только пальцы открыл крышку не крышку открыл капот руками снял резинку вытащил там такая крупная решетка его так вертикально прямо замечательно заходит этот фильтр единственный минус заслонка рециркуляции почти в закрытом положении в принципе это полная ерунда потому что щелей в не так много уплотнитель так мало что что это и не важно но зато теперь у меня торпеда более-менее чистая на ней и через воздуховода не залетают там дохлые мухи камни с дороги пыль в общем гораздо лучше вот в общем мой опыт говорит о том что на ниве 70 тысяч такой критичный рубеж вот чего уже сцепление улетела помпа улетела к 70 тысячам следующая скорее всего это будет генератор это вот как бы не ходи к гадалке а так все замечательно всем добра встретимся на дороге берегите себя своих близких и мать природы